Всем привет! Сегодня полезное видео о том, как можно включить телефон Xiaomi без кнопки включения. То есть, либо она у вас сломана, либо некорректно как-то работает, но, допустим, вообще не работает. У нас телефон в выключенном состоянии. Для того, чтобы его включить, у нас, кстати, Note 11 идет с разъемом Type-C. Для этого нам понадобится адаптер и кабель Type-C. Либо понадобится пауэрбанк и кабель, либо автомобильный адаптер и кабель, либо же у вас, если есть компьютер, мы подключать будем с помощью пауэрбанка. И сейчас покажу, как это можно будет сделать. Смотрите, пауэрбанк я подключил, здесь включаю. И теперь, прежде чем вставить кабель в телефон, нам на телефоне нужно зажать кнопку громкости вверх. И подать питание на телефон. То есть, смотрите, пауэрбанк включен. Нажимаю кнопку громкости вверх и держу. И подключаю зарядное устройство. И держим. То есть, громкость вверх у нас включена. Ждем, пока появится заставка. Заставка появилась, все, кнопки отпускаем. То есть, вот такой вот у нас способ подключения. Нам главное, чтобы появилось вот это вот меню. Смотрите, все. По сути, теперь можно отключить кабель, но лучше не отключать, потому что неизвестно, сколько там заряда. У нас появляется вот такое вот меню. И нас интересует вот этот пункт ребут, перезагрузка. Но для того, чтобы его нажать, нужно использовать кнопку питания, как у нас вот здесь внизу написано. Но кнопка питания у нас не работает. Поэтому здесь ничего не нажимаем. Если, кстати, у вас будет выбран какой-то другой режим, и кнопки громкости вниз-вверх работают, то можно передвигаться между вот этими пунктами. Но автоматически всегда выбран пункт ребут. Теперь, смотрите, нам нужно подождать примерно 2 минуты, чтобы у нас телефон сам перезагрузился. Может быть еще такая ситуация, когда после вот этого меню может появиться еще вот такое вот меню. Сейчас приближу. То есть перезагрузиться в систему и перезагрузиться в главное меню. Но в основном всегда вот такое вот меню появляется при сбросе настроек. То есть когда мы сами уже выбираем. В данном случае мы просто ждем 2 минуты. Конкретно на этой модели у нас даже, по-моему, там что-то минута 50. Мы секундомер включали, засекали, ждем. То есть телефон у нас должен сам перезагрузиться. Если появится вот такое вот еще меню, то, соответственно, на этом меню нужно будет еще подождать примерно 2 минуты. Но так как телефон у нас, ну не знаю, может быть из-за того, что телефон более новый, то здесь у нас просто 2 минуты мы ждали, и телефон перезагружался. Сейчас подождем. Не знаю, обрезать на монтаже видео или не обрезать, или просто подождать. Вот так вот у нас подключен. Нам главное, чтобы пошло питание. Неважно, от компьютера, от розетки, от автомобильного прикуривателя, либо от пауэрбанка. Возможно, даже от другого телефона, в котором есть функция зарядки других устройств. Так, ну теперь ждем. Ладно, обрезать видео не буду, сразу подождем, чтобы телефон у нас автоматически сам перезагрузился. По сути, что там осталось, может секунд 30 подождать. Кстати, кому видео понравилось, помогло, подписывайтесь на наш канал и смотрите другие полезные видео. Ссылка на плейдик, кстати, вот здесь на главной странице у нас есть. Так, ждем. Ждем, пока телефон у нас начнет перезагружаться. Ну, еще раз напоминаю, если после вот этого меню появится дополнительное меню, вот такое вот, то здесь тоже нужно будет подождать примерно 2 минуты. Так, сколько уже прошло. Все, телефон у нас начинает перезагружаться. Дополнительное меню у нас здесь не появляется. Если появится дополнительное меню, вот такое, то так же ждем 2 минуты и телефон загрузится уже на рабочий стол. Кстати, если кто-то забыл пароль, пин-код, либо графический ключ от данной модели телефона, то на нашем основном канале есть видео, как его можно убрать. И так же, если забыли аккаунт, то тоже есть видео на данном канале. Все, телефон загрузился, все работает. Всем спасибо за внимание, хорошего настроения. Пока-пока, до свидания.